Молодший сын короля и великого князя Жахимонта Вазы от другого шлюбу и молодший брат королевича Владислава, и он не зявлялся претендентом на королевский посад. Но волю и лесу, этот человек из мельных взглядов и ожиданий, он всегда писал свое имя в нашу историю. Суперышливая особа, скажем так, его сделали часы. Это не та особа в истории, которая переломовала некие часы, несприяльные тенденции. Это была особа широкая. Королевич Ян Казимир народился 22-го соковика 1609 года у Кракове и гадавался при королевском дворе. И он был добро адукован, ведал некольки европейских мовов. Разом с братом Владиславом примал у делу Смоленской войне. Позднее керывал полком у австрийским войску подчас 30-ти годовой войны. Ягонная молодость была наполнена шматликими пригодами, який он сам находил на свою голову. Одночь и подчас подорожа с посольской миссией в Испанию, Ян Казимир легкодумно затримался у одним из французских портов. На той час Франция воевала с Испанией. У травня 1638 года, по загаде премьер-министра Франции кардинала Решилье, Ян Казимир Ваза был арештованы. Легкодумство каштовало королевичу двух годов, что провел вен у французской вязнице. Нарешце, по просьбе сенатора Речи Посполитой, Ян Казимир был вызволенный и вернулся дадому. Еще празднекольких годов королевич снова едеу подорожа по Европе, этим часом наведываючи Италию. Там он становится сябром ордена езуитов, однак не пройшло и года, як шлях самообмежавання и послушенства, надакучвая Яну Казимиру. И он выходит с ордена и вертается на родиму. Оказалось, как стать королем. Яна Казимира Вазу мы можем смело прилечить до людей авантурного склада. Яна Казимира можно было встретить на дорогах Испании. И он был вязнем французской турмы. И он вандровал по Италии и став там сябром ордена езуитов, у яким яму урежцы не вельми спадабалася. Але при всей авантурности его характеру помылку зробит той, хто паличить гэта наша монарха особой легкодумную человеком, який не брав близко до сердца несчастья и покуты своей дерзавы. Пасля смерти у Владислава Вазы минавита кандидатура ягонага молодшага брата задаволила широкие колы шляхты. Семага студеня 1649 года у Кракове Ян Казимир Ваза был урочиста коронованы. Династия Вазов протягвала керовать Речу Посполитой. Напруженная знешняя ситуация не дозволила новому королю и великому князю долго святковать свое обранье. Уже вировала повстанья под очолом Богдана Хмельницкого, а земли великого князства Литовского охопил казацко-селянский рух. Спотребилася два годы и велизны намаганни коронного и великолитовского войсков, как перемогчи повстанцев. Однако, а маля дразу, наша родима трапила за гнуды в полымя. Война с Московщиной, что распочалась в 1654 году и протягвалася с перапынками 13 годов, да с чем-то вынищила белорусские земли. Як монарх, Казимир Ваза добра разумеу необходность умоцования королевской улады у Речи Посполитой. Але с супротягонных планов выступили магнаты и шляхта. Яще не было подписанное замирение с Московщиной, а Яну Казимиру довелось утаймовать рокош. Спроба централизовать уладу у своих руках провалилась. И он хотел быть заправданным королем заходнеевропейского кшталта, значить абсолютным монархом. Керовать по-европейскому, але не мог, тому, что жил деньжа в Украине с іншей системой керування, шляхетская демократия, яка сбежалася уже до анархии. И он мусил, как некий влияние заховать, мусил интриговать, супредставлять магнатов одно другому. И в решті оказалось, что Ион и его прихильники не имеют силу такую самую, как какая-нибудь магнатская партия. Это была одна из магнатских партий, которая сбежалася за влияние, за уладу, за значность у Речи Посполитой. А у травні 1667 года короля чакал яще один удар – смертья гонай жонки Марии, першой дарачицы Яна Казимира. Довгий смуток монарха скончився рашэнням адмовецца от трона. 16 вересня 1668 года Речи Посполита знов засталася без короля и великого князя. Былый монарх нават не став заставаться в Украине, а уехал у Францию. Как раз господарчий занепад и ослабление международного авторитету Речи Посполитой привели до того, что в 1668 году Ян Казимир принял твёрдое решэння адмовецца от королёвской короны, что у нашей истории з'ява по сутности уникальныя. И он не только покинул свой трон, и он покинул нашу краину. Амаль 20 годов кераванне Яна Казимира ягоные сучасники назвали часами «недолі Речи Посполитой». И на сам реч. Амаль увесь гэтый час держава воявала, губляла территорию, трывала голод и вынищенни. Неудалые реформы завершали гэтого картину. И виноватым у тих тяжких часах был, конечно же, не Ян Казимир, а ля слава людская, не королевская корона. И я с головы просто так не здымешь. Самый великий напамин про Яна Казимира, як археолог у мене гэтый напамин заставща, гэта эмиссия медной монеты соли да у Яна Казимира. Их была выпущена каля 18 миллионов у часы кризиса, часы инфляции. И арендатор монетного двора Четливий Баратини, гэты монеты выпускау, эта монета называется Баратинками. Их выпускали из меди и пробовали оплочвать войска по курсу сребра. Зразумело, что они вартоси не имели ниякой, але дякую, дякую, чы шмат лікасці 18 миллионов экземпляров, падчас раскопак, мы находім практически в каждом раскопе находім гэтые монеты, и не дают махчымась довольно докладно датовать культурный слой. Это середина 60-е годы 17-го годзе Баратинка, и всюду там портрет Яна Казимира. Як великий дзияч, он в историю не увашов, а як один из авторов на великшей инфляции Речи Посполитой, он в историю застался. А проч усих бедов Яну Казимиру было наканавано стать опошним представником своей династии. Он меу двух детей, але обо два померли еще в маленстве. Линия шведских королей, что фактично николе не займали шведский трон, але добро посетили на столи Речи Посполитой, перервалась. Варто згадать что Ян Казимир все же вернулся в Речи Посполитую, але уже после смерти. Ягонное тело было перевезено у Краков и похованное у костюля на Вавельском узгорку. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...